Всем-всем-всем! Добрый день, мои дорогие друзья, подписчики, гости моего канала! Добро пожаловать на мой канал, который называется Будни Викторовны! Ну а сегодня у меня небольшая мотивация. Пока Тёмушка на дневном сне, я всё-таки решилась. Мне в обязательном порядке нужно поклеить обои вот на эту стену. В принципе, в принципе, обои у нас свеженькие, так как в прошлом году, прошлым летом мы эти обои переклеивали. Со стороны может показаться, что обои беленькие. Зачем же она переклеивает обои? Тот, кто следит, тот, кто смотрит за мои видео, тот знает. Снижание. Дважды делали пластику ногтя. После мы лечились в домашних условиях, пользовались фурацелином, пользовались мазью. Ну и когда ребёнок отдыхал, либо ночью спал, ногами задевал стенку, Конечно же, от этого появились жёлтые пятна. Смотрится это не очень симпатично, не очень красиво. На белой стене жёлтые пятна. Поэтому сегодня я приняла решение, что эту стеночку мне просто нужно переклеить. К большому сожалению, таких обоев я найти не смогла. Поэтому постаралась выбрать более-менее подходящие. Но у меня для работы всего один рулон обоев. Конечно же, я померила рулеткой. Мне не хватает этих обоев буквально 10 сантиметров до конца стены. По ходу своей работы у меня всё время думает голова, как же мне обыграть эти 10 сантиметров, что же мне там наклеить, что же мне там подклеить. Я вспоминаю, что когда нарезала эти четыре полоски, у меня остался небольшой кусочек. Вот именно этот небольшой кусочек обоев я буду нарезать на три ровные части. И будем доклеивать нашу стенку. Но я тем временем нанесла клей на стену, нанесла клей на обои. Обои, я вам скажу, ложатся очень хорошо. Сейчас я тряпочкой убираю все пузыри, чтобы не было никаких складочек, никаких пузырей. Вот так аккуратненько по старинке тряпочкой. Кто-то пользуется специальными приспособами. Я по старинке, тряпкой мне так удобно. Я в принципе, когда клею обои, я пользуюсь только тряпочкой. Ещё раз пробегаюсь, чтобы убедиться, что никаких пузырей, никаких складочек нет. Ещё раз скажу, обои ложатся просто идеально. Я сама удивилась от такого результата. Ну а тут я уже приклеиваю вторую полоску. Вот так выглядят эти обои. Также тщательно на два раза проходимся тряпочкой, чтобы выгнать все пузыри. Ну и чтобы не было, ещё раз повторюсь, никаких складочек. Ну а пока работаю, буду рассказывать вам следующие новости. Эту неделю мы просидели дома, так как Тёма был на больничном. Ну а с понедельника мы идём в детский сад. Мы выздоровели, нас выписали. Ну и с понедельника у меня начинаются огородные дела. У меня накопилось очень-очень много прополки. В течение этой недели я, конечно же, не филонила. Я работала, но получалось у меня это всё небольшими урывками. Буквально 30-40 минут я так работать не люблю. Я люблю выйти в огород и начать работу. Но так как Тёмочка меня от себя совершенно не отпускает, Вот так у меня прошла неделя. Конечно же, за неделю у меня в огороде выросла трава, от которой срочно-срочно нужно избавляться. Единственное, что я успела, это полностью подвязать огурцы, полностью подвязать помидоры. Это самое главное. Пустить в два стебля и убрала все пасынки. Пасынки на томатах растут с бешеной скоростью. Так вот, чтобы не упустить этот момент с пасынками, в теплицу, где высажены помидоры, я хожу каждый день. Ну и сейчас обзор со стороны. Вот так выглядят эти обои. Надеюсь, Снежане очень понравятся, так как Снежана в данный момент гостит у папы в Екатеринбурге. Вот эта самая полосочка, на которую мне не хватило обоев. Ну а тут я вам показываю обрезок, который у меня остался от обоев. Этот кусочек я хочу разделить в длину на три ровные полоски. Ну и, конечно же, уже не подгоняя, буду клеить так, как есть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ведро и кисточку, конечно же, мы не выбрасываем. Я все помыла. Все просохнет. Я приберу для следующего раза. Но вам я хочу показать. Мы уже кушаем свои домашние огурчики. Конечно же, не сравнить их с магазинными. На сегодняшний день ботва небольшая, но огурчики радуют. Но мы продвигаемся в ту самую теплицу, в которую высаживали наши томатики. Посмотрите, какие они стали. Мы вместе с вами их высаживали, переживали. Вы мне давали советы, которые я брала во внимание. Перчики также чувствуют себя очень-очень хорошо. Но не пошлось без колорадского жука. В этом году колорадский жук бьет все рекорды. Во вторник с утра увезу Тёмушку в детский сад. И буду выходить на борьбу с колорадским жуком. С утра я запускала стиралку. Конечно, на улице стоит прекрасная погода. Белье сохнет за считанные часы. Вы все прекрасно знаете, что рекламой я не занимаюсь. Хотя мне много-много раз предлагали. Я показываю только то, чем я пользуюсь. Я советую только то, что мне понравилось. Буквально недавно подружка мне посоветовала приобрести вот такой голубой гель-концентрат для стирки на Валберис. Я очень долго думала, но все-таки решилась. Скажу вам честно, заказала я две. Вот такой гель-концентрат мне очень-очень понравился. Запах классный. А вот такой гель-концентрат мне не понравился. Также жирный минус. Я ставлю вот этому гелю для стирки. Многие блогеры советовали, кричали, что он очень классный. Я позарилась, купила и очень об этом пожалела. Но я вам хочу показать небольшой лайфхак. Возможно, вы когда-нибудь захотите этим лайфхаком воспользоваться. Буквально недавно на Валберис я заказала вот такие соусницы с крышечкой. Их я сейчас помою и покажу, для чего я хочу применить. Сначала я заказала 50 штук по 30 миллиграмм, но этого объема мне оказалось слишком мало. Затем я заказала 50 штук по 50 миллиграмм. И этого объема мне будет достаточно. Но тут я немножечко отрываюсь от дел. У меня проснулся Темочка. Мы решили немножечко пообедать. Я сварила пельмешки. Мы пообедали. Ну и я приступаю дальше к работе. Я очень часто покупаю томатную пасту объемом 1 литр. Из этой банки мы берем пару раз томатную пасту. Затем томатная паста, так как стоит очень долго в холодильнике, она начинает плесневеть. Ну и конечно же 200 рублей на выброс. Это очень-очень жалко. Поэтому я решила поступить следующим образом. Вы сейчас все это видите на своем экране. Томатную пасту я залаживаю вот в эти соусницы. Все вполне прилично, все вполне аккуратно. Затем я их буду убирать в морозилку. Ну а когда мне понадобится томатная паста, я просто вытащу одну баночку и буду использовать по назначению. Вот такое количество из литра томатной пасты у меня получилось. Ну а вам всем спасибо за подписку. Всем спасибо, что смотрите. Ну а я вас всех люблю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok